Окей. И еще ребята спрашивают, вот как говорить про свой рейд с рекрутером? Вот спрашивают, наверняка имеется в виду сначала спросить, что они предлагают, или все же сразу озвучивать свои хотелки. Ваши хотелки вообще никого не волнуют. Значит, вам звонит рекрутер и говорит, значит, у меня есть позиция, такая-то, такая-то, значит, 6 месяцев, контракт, 40 долларов в час. Он вам сразу говорит. Он вам не говорит. Вы знаете, у нас есть такое, что, ну, я не знаю, вы, может, согласитесь, не согласитесь, вообще сколько хотите. Он говорит, у меня есть вот это, вот это, вот это. Самый первый звонок, который он вам делает, самый первый, может быть таким. Он задает вопросы, он говорит, а почему ты на рынке? Допустим, знаешь ли ты вот это, вот это, вот это? Ну, там еще несколько таких типичных вопросов. И он может сказать, какой у тебя рейд? Почему? Чтобы не звонить тебе лишний раз, когда это не в твоем диапазоне. То есть в первом разговоре, в первом рекрутер вас спросит просто, какой у тебя рейд? Этот вопрос не имеет ни малейшего отношения к тому, есть у него для вас позиция, нет у него для вас позиции, сегодня есть, завтра будет, никогда не будет. Вообще никакой связи с какой-то позицией. Поэтому сказать рекрутеру, когда он тебе говорит, а сколько ты хочешь, сказать рекрутеру, а что у тебя есть? Да ничего нет. Он почему спрашивает, чтобы, если появится что-то, значит, вам звонить или не звонить? То есть, грубо говоря, вопрос такой, когда тебе звонить, когда не звонить? Сколько денег должно быть, чтобы я тебе звонил? Вот и все. А когда уже есть позиция, и он звонит вам с позиции, он вам говорит, есть позиции там-то и там-то, значит, там Волнод Крик, там 40 долларов в час, 6 месяцев контракт, на он-сайт, да, надо ездить. Все, так происходит. Две стадии. Стадия, вас оприходуют в базу данных, стадия, есть проект, вам звонят с проектом. Ребята спрашивают, какой процент студентов с вашей школы находит работу и в какие сроки? Надо сказать, что кампус, вот, да, тут у меня за стенки, значит, кампус – это лицензированная школа штатом Калифорния, она живет по определенным правилам, там 10 человек сотрудников, постоянных в штате. В частности, там есть человек, который, значит, этим занимается, я скоро выхожу. Там есть человек, который этим занимается, там обзванивает, описывает, и там есть статистика. Если вы придете на portnov.com, вы прямо тут вот увидите, там, прям документ, вот, прямо положено, по правилам штата, положено прямо вот тут, чтобы были, и там, вы можете туда пойти и посмотреть, там, за последние пару лет статистику, какой процент закончил, какой процент работает, на какую сумму. У меня в онлайн-классе такого нет, потому что я беру меньше двух с половиной тысяч, я могу обходиться без лицензии, то есть, мне это не нужно, я не должен тратиться на это, дорого стоит вот это все поддерживать. И с точки зрения моего фокуса на этом деле, значит, мой фокус такой, есть ли человек, который хочет найти работу, и ему нужна помощь, да? И вот я тогда им занимаюсь. Если кто-то пришел, например, взял класс и куда-то исчез, я не знаю, где он, я не знаю, что он. Может быть, он работает, может, его кто-то там за руку привел, может быть, он сделал себе какое-то резюме, сам дошел, работают, не обращался, я не знаю. Я знаю только о тех, кто нашими референсами пользуется, да? Каждый день там 3-4-5 человек, там, в понедельник на человек 8 было лет. Постоянно идет вот этот вот процесс, это есть люди, которые сегодня, свежие выпускники, это могут быть выпускники, которые третью, четвертую работу ищут, там, по-разному. Сейчас стало очень принято брать референсы за 7 последних лет. Такого раньше не было, но вот уже, может быть, год. За 7 лет подавай. Поэтому мы даем какие-то все эти референсы, и это то, как я сужу о том, значит, какой процент людей там работает, не работает. Но для меня существенно, что если он ищет, хочет найти, тогда он должен найти. Если он в каком-то другом процессе, я не знаю, я не контролирую, у меня нет способа это проверить. Но если человек хочет найти работу, и он ищет работу, он выполняет правильные действия, я не могу себе представить, чтобы он не нашел работу. Так не бывает. Так не бывает. Тут есть некоторые граждане, которые пишут, у нас там 79% placement, и вы думаете, вот там пришло 100 человек, и 79% нашли работу. Нет. Я не знаю, от какого количества они считают эти 79%, но я могу сказать, что, допустим, у меня процентов 70 только до конца доходят и сдают этот самый клиренс. То есть, в принципе, они могут взять резюме и пойти на рынок. 30% даже не доходят до этой точки. Поэтому это решаете вы. Для себя это решаете вы. Вам нужна работа, вы делаете то, что надо, вы будете работать 100%. Без вариантов. Нет вариантов. Вариант только в том, сколько времени займет. Допустим, за месяц, ну там 25% найдут за месяц. Допустим, там 60% найдут за два месяца. Там, скажем, 85% найдут за три месяца. Ну и я скажу, и 6 месяцев пройдет, тоже там 5% останется, которые еще не нашли. Это возможно. Это всегда есть люди, которые по тем иным причинам там где-то и так далее. И когда я говорю, ищешь работу, я имею в виду, по правилам ищешь. Если ты там вывесился на Линктыне, и тебе никто не звонит, и ты говоришь, ну вот, полгода висел, никто не позвонил, там, значит, нет работы. Это мне только другое. Выполняешь целенаправленные действия, которым тебя научили, да, с нашей помощью, и мы тебя тут доведем быстро. А что там? Мы 28 лет это делаем. Что там делать? Раз. Ребята спрашивают, какая разница между контрактом и фуллтаймом в деньгах? Если там 60 долларов, и там 60 долларов. Вы неправильный термин используете. Значит, фуллтайм – это количество часов. Фуллтайм – это от 30 часов и выше в неделю. Это фуллтайм. Когда вы видите контракт, то парой к контракту будет перманент. Есть и контракт, и перманент. Или фуллтайм и парттайм. Меньше 30 часов – парттайм. Больше 3 часов – фуллтайм. Фуллтайм бывает контракт, и фуллтайм бывает перманент. С точки зрения денежной, я бы сказал так. Грубо, грубо. Учитывая, что в году 52 недели, ну там, 2 отпуска, 50 недель в году, 40 часов в неделю. 2 тысячи. Значит, если у вас есть 40 долларов в час на 2 тысячи, ну вот примерно там получается 80 тысяч. Это не точно. Это не точно. Это что называется? Это ballpark. Но это та схема, которой пользуются все эти search engine. Вот это вот все. Вот так пишешь 40 долларов, он тебя автоматом выкидывает 80 долларов в час. Примерно. Примерно. Конечно, когда у вас постоянная позиция, вам к этому добавятся еще и бенефиты, оплаченный отпуск, оплаченные там sick days, там еще чего-то, конечно, это побольше будет. Ну ничего, примерно. Дальше есть? Да, еще спрашивают ребята, какой характер QA-персоналити нужно показать во время интервью, чтобы понравиться команде? Я прохожу интервью с хайринг-менеджером, но с командой два раза не прошла. Посоветуйте, пожалуйста. Надо быть самой собой. Значит, для того, чтобы нравиться другим людям, надо быть самим собой. Значит, каждый из вас, кто это слушает, живьем или в записи и так далее, вы абсолютно прекрасны. Каждый из вас абсолютно прекрасен. Проблема начинается тогда, когда вы начинаете косить под кого-то, кем вы не являетесь. Вот это проблема. Я иногда там по три слоя всякого бушета снимаю с людей, когда я там расскажу о себе. Там, понимаете, я снимаю, снимаю, снимаю. Вот у меня девочка там из Индии, да? Я говорю, почему ты в QA попала? И она что-то несет какую-то ахинею, я не могу. Просто меня колотит. Я говорю, ну послушай, ну что ты несешь? Она говорит, ты что, правду хочешь? Я говорю, правду хочу. Она говорит, ну вот смотри, нас пять сестер. И четыре уже в QA. Вот скажи, у меня есть шанс? Я говорю, вот с этим ответом ты должна идти. Они тебя запомнят на всю жизнь. Даже если не возьмут. Они будут тебя помнить. Скорее всего возьмут, потому что таких нет, как ты. Понимаешь? Надо быть самим собой. И это ключ к тому, чтобы быть успешным. И нравиться людям. А не косить. Будешь косить. Еще раз, вам не нужно ничего делать, чтобы быть прекрасной. Вы уже прекрасны. Вот и все. Я думаю, что это будет отличным финальным напутствием в нашем сегодняшнем зуме, потому что вопросов больше нет. Отлично. Можно? У меня вопрос есть. Через сколько месяцев нормально попросить отпуск? На постоянной позиции? Да. Спросите в отделе кадров. Значит, смотрите. У вас по контракту написано, что вы имеете, допустим, две недели или три недели. Я не знаю. Читайте свой контракт. Отпуск. Три недели? Пятнадцать дней. Пятнадцать дней. Каждый месяц, который вы отработали, вам капает одна двенадцатая в счет вашего отпуска. Если вы проработали шесть месяцев, вы уже можете попросить одну неделю. Вы ее заработали уже. С одной стороны. С другой стороны, совершенно не обязательно, что если вам нужно взять недельку, это должен быть оплаченный отпуск. Ну, возьмите за свой счет. Бывают компании, где они кочевряжутся и не дают за свой счет. Но, в принципе, за свой счет, если нет какого-то аврала, жуткого и так далее, всегда можно взять. Ну, возьмите за свой счет. Ну, если нам. Спасибо. А еще один вопрос по поводу никнейма, ну, как предпочитаемого имени. Некоторые ребята используют. И как, если потом получить оффер? Это как? В любой анкете, в любой анкете, которую вы заполняете в Америке, там есть такая позиция, там, also known as a.k.a. Например, там Портнов Михаил, да, also known as a.k.a. Это все я. И это нормально, это абсолютно как бы всюду. Вы когда заполняете, вы говорите, вот у меня официальные по патчпорту, а также я еще и вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Никаких проблем, более ноль. А.k. also known as a.k.a. Вот прямо туда пишите все ваши прикуки. Там, Маня золотая ручка, там, еще что-то, вот все туда. Спасибо. Хорошо. Ладно, ребятки, давайте я пойду собаку гулять, и жена меня ругать будет. Спасибо вам большое, Михаил, с сегодняшнего встречи. Хорошо, счастливо, счастливо. Спасибо большое. Если надумаете, смотрите, у меня 6 сентября класс начинается. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.